Всем привет! Сегодня поговорим о том, что динозавры жили совсем недавно, но сперва обсудим вот такой официальный постулат, придуманный кем-то в 19 веке, что динозавры якобы вымерли 65 миллионов лет назад. Уровень наук вокруг истории в середине 19 века был очень слаб. Датировки брались с потолка, генетики не было, химанализа металла, стекла, керамики не было. Откуда, например, в 19 веке появились даты исчезновения динозавров в 65 миллионов лет, мамонтов в 10 тысяч лет, человеку 5 миллионов лет, ледник растаял 10 тысяч лет назад? Откуда они все это узнали в 19 веке? Допустим, в 19 веке нашли скелет динозавра и решили сделать датировку. Давайте подумаем, каким образом, видя перед собой скелет динозавра, ученые мужи 19 века могли его датировать. Осветили керосиновой лампой? Поцарапали ножом? Облили кислотой? Дата в 65 миллионов лет откуда взялась? Почему не 1 миллион, 15 или 150 миллионов лет? Теперь переходим к фактам. В 1969 году в русле американской реки Палукси, вблизи техасского городка Гленроузер, Стэн Тейлор увидел на мелководье цепочку человеческих следов. Участок осторожно расчистили при помощи экскаваторной техники и обнаружили 14 правых и левых следов босых ног человека. Но самое поразительное, рядом находились более 100 отпечатков лап трехпалого динозавра приблизительно того же геологического возраста. Эти 14 древних следов, оставленных когда-то вылистом на носе, назвали дорожкой Тейлора. Возраст этой древней породы составляет более 100 миллионов лет. На стене одного из храмов древнего Ангкора, покрытой тонкой резьбой по камню, среди лебедей, обезьян, попугаев и оленей, было обнаружено изображение стегозавра. Подлинность резьбы у ученых не вызывает никаких подозрений. Борельеф, несомненно, был создан вместе с храмом более тысячи лет назад. В национальном парке природные мосты, штат Юта, культура Анасази, оставила петроглифы с изображением апатозавра. Животное имеет длинную шею с хвостом и маленькую голову. Тот факт, что животное находится в вертикальном положении и балансирует на хвосте, может указывать на то, что доисторический художник мог видеть такую позу динозавра собственными глазами. В индийском поселке Джаспуре, штат Утаракханд, сделали поразительную находку. Недавно здесь нашли свежие останки динозавра или, скажем так, существа, подозрительно напоминающего маленького доисторического монстра. В настоящий момент останки находятся в университете Кумаун, где ученые планируют провести их идентификацию, в том числе посредством анализа ДНК. Местный палеонтолог Бахадур Котлия утверждает, что пока не может с точностью сказать, что это за зверь. Однако профессор подтверждает, что существо очень похоже на динозавра и мир может ожидать в скором времени настоящая сенсация. Но сенсации не случилось, ученые включили заднюю, ведь официальную датировку 19 века в 65 миллионов лет нельзя опровергать. Сфотографировал это животное на старообрядческой иконе вот в этом храме в Москве. Рядом стоят люди и смотрят на динозавра, как на домашнее животное. Картина Питера Брейгеля, старшего, написанная в 1562 году. Встречается описание картины, как самоубийство Саула или сражение на горе Гелвуйской, или поражение Саула. Полотно хранится в Вене в Музее искусств. Ученые здесь видят верблюдов, а что видите вы, поделитесь в комментариях. Что-то похожее на динозавра выловили японские моряки. Выловили, сфотографировали и выбросили от греха подальше обратно в море. В городе Старая Руса Новгородской области была найдена необычная статуэтка-свистулька, которая явно изображает динозавра. Как сообщает старорусская археологическая экспедиция, загадочная находка обнаружена на центральной площади городка. По предварительным прикидкам этой свистульке не менее 300 лет. Однако непонятным для ученых остаются два момента. Во-первых, отчего мастер выбрал в качестве прототипа для этой статуэтки именно динозавра. А во-вторых, зачем на шее зверя изображен ошейник. Одним из самых серьезных аргументов, подтверждающих теорию совместного существования людей и динозавров, являются камни Ики. Тысячи камней с рисунками хранятся в частной коллекции в перуанском городке Ика. Некоторые историки считают их современной подделкой только на том основании, что на камнях изображены карты неизвестных материков, хирургические операции по пересадке внутренних органов и люди одновременно с динозаврами. Но искусно гравированные камни до сих пор продолжают обнаруживать в древних захоронениях, и загадку появления столь интригующих сюжетов на этих камнях объяснить пока никто не может. Коллекция камней доктора Хавьера Кабреры насчитывает более 11 тысяч экземпляров, из которых около трети изображают человека вместе с динозаврами. Эту подборку динозавров вы можете посмотреть на моей страничке в новой российской социальной сети Планета. Вы можете открыть режим интерактивных карт, чтобы увидеть, где эти артефакты были найдены. Если это где-то рядом с вами, посетить эти и другие интересные места. На этом сервисе я собрал аналогичную подборку с мамонтами, а также самую большую коллекцию артефактов о великанах. Если у вас есть знакомый скептик, смело кидайте ему ссылку с подборкой с текстом. Что ты на это скажешь? А мы продолжаем. Еще одним артефактом, убедительно подтверждающим прямую связь человека с динозаврами, является коллекция Джульс Руда. Десятки тысяч глиняных фигурок, изображающих в том числе и динозавров, были найдены Вальдемаром Джульс Рудом в Мексике при раскопках холма Эль Тора в 1944 году. В коллекции множество антропоморфных статуэток. Примерно 2600 статуэток представляют собой изображения динозавров. Среди них есть легко узнаваемые и хорошо известные палеонтологической науки виды. Брахиозавр, игуанодон, тираннозавр-рекс, птеранодон, анкилозавр, плезиозавр и многие другие. Но самое поразительное то, что коллекция содержит значительное число изображений человека вместе с динозаврами разных видов. Нильская мозаика, или как ее еще называют, полистринская мозаика, по месту нахождения. Античная мозаика размером 585 на 431 сантиметр, изображающая русло Нила и сцены из египетской жизни эпохи Птолемеев. Дата создания мозаики спорна. Большинство ученых склонны датировать ее правлением Сулы, первый век до нашей эры. Слово крокодила пардалис, написанное по-русски, буквально означает крокодила-леопард. Вот еще одна мозаика с интересным животным. Животное, которое изображает терракотовая статуэтка культуры Халиско, Мексика, классифицируется историками как рогатая жаба. Возможно, это и так. Но с другой стороны, изделие очень точно передает особенности панцирных динозавров типа анкилозавр, которые, как считается, вымерли миллионы лет назад. Если бы не отсутствие хвоста, который мог и отколоться за пару тысячелетий, то фигурка могла бы служить пособием по изучению этого вида ящеров. Это китайская керамическая статуэтка 475-221 до нашей эры. Показывает человека верхом на животном, очень похожим на динозавра. Не вдаваясь в подробности, какой именно тип динозавра она напоминает, можно отметить, что любое сходство реальных животных, окружавших человека с динозаврами, считается случайным, ведь они разминулись в истории на миллионы лет. Эти антикварные изделия тоже из Китая и датируются 1400 годом. Галерея позиционирует их как птицы, хотя изображенные животные имеют многочисленные признаки хищных утконосых динозавров. Изображение брахилофазавра было воссоздано по черепу, найденному в Китае. Вот такая подборка фактов о динозаврах, чему верить, решать только вам, материальным фактом или официальной датировке из XIX века. Давайте напоследок почитаем Википедию и проникнемся, как нам вешают лапшу на уши. Сосуществование человека и динозавра. Псевдонаучное и псевдоисторическое представление о том, что не птичьи динозавры и люди сосуществовали когда-то в прошлом или все еще сосуществуют в настоящем, распространено среди креационистов молодой земли и других групп. Мистификации. Были созданы некоторые мистификации, представленные как исторические изображения динозавров, такие как камни ика. На фрагменте мозаики Нила из Палистрины, первый век до нашей эры, изображены люди, охотящиеся на крупную рептилию, которую некоторые сторонники этой гипотезы называют динозавром. Жили ли люди и динозавры в одно и то же время? На этот вопрос легко ответить, и это прискорбное, но твердое нет. Люди и не птичьи динозавры никогда не делили планету Земля вместе. Мы не ездили на них верхом, не держали их в качестве домашних животных и не использовали для домашней работы. Приведенные здесь данные довольно достоверны. Динозавры, не принадлежащие к птицам, вымерли 66 миллионов лет назад. Но это не точно. Вероятно, когда астероид врезался в Землю и последовавший за этим катаклизм уничтожил большой процент жизни на планете. Это касалось почти всех крупных организмов, а также большинства мелких. А на этом все, пишите свои мысли в комментариях, до новых встреч, пока!